О том же предмете 5. У иудеев образы, у нас же истина, потому что сказано, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. И закон Моисея дан был, закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисуса Христа. Иоанн 1.17. И то, что было у иудеев, не чуждо было Христу, но относилось к нему как прообраз и тень. Исполнение же и ясное созерцание вещей сохранилось до личного пришествия его, когда непосредственно увидели его царем. Все равно, как кто-нибудь, пишущий картину, сначала очерчивает тени, а затем расписывает картину красками, при этом теневое изображение на вид будто иное, а на самом деле оно, то же самое очертание, которое лежит под красками. «Рассмотри же со мной с помощью теней то, что истинно, и обрати внимание на то, что показывает образы, и от малого восходи к великому, и не тяготей исключительно к земле, когда вспоминаешь об освобождении одного народа от мучителя, о временном спасении отроков и о переселении из одной земли в другую». Ведь и празднества еленов немногим отличались, если и держать подобных воспоминаний. Празднуют ли они избавление от болезни, освобождение от тирани, переселение, основание городов, военная победа и т.п., посвящая празднества свои земному и временному. В настоящее же время должно вспомнить о великом, о божественных дарах, поистине дарах Бога. Вспомнить тем, кто празднует великий вечный праздник, освобождение от противодействующих демонов, воюющих против добра, отвлекающих от Царства Божия, не на короткое какое-либо время, но на вечное переселение от земли на небо в настоящей жизни и вечное наследие после будущего воскресения. Египет угнетал иудеев, бывших свободными на самом деле по происхождению от предков, возложив на них ермо рабства и принуждая делать кирпичи и строить города. Это символ мирового мучения, который одолевает род человеческий, отпавший от божественного блаженства и свободы, с усердием трудящийся над земными делами и приготовляющий тленное жилище, потому что нет ничего у людей твердого и постоянного. Все дела рук человеческих тленны, уничтожаясь от времени. Бог хочет освободить от этого рабства, жалея изнуряющиеся труда в свое создание, как некогда, видя бедствие сынов Израилевых, освобождает их через переселение. Добровольно должны обратиться к Богу те, которые добровольно и отпали от Него. Посылаются рабы, имеющие закон, чтобы призывать через закон к справедливости, а справедливостью показывать дорогу к Богу, и чтобы противным силам наносить пока еще незначительные наказания, не проводя их в полной погибели, но только по частям и пока еще не совсем уничтожая нечестивых из своей среды. Так именно было до пришествия Господа, явившегося уже после своих рабов. Они были образами и символами его. Моисей был послан к иудеям с братом Аароном, призывая к служению Богу. Бечуя египтян, по очереди насылавшимися казнями, запорабощаемый и угнетаемый народ. Но когда это происходило, Израиль был еще в Египте. Царь египтян мог еще противиться Богу. Девять казней было, но конца дела еще не было. Нужно было наслать последнюю казнь, смерть первенцев, и Израиль вместе с ней выходит. Тогда-то приносится в жертву агнец. Входы у домов еврейских мажутся кровью, и первенцы избегаются. Казни от смерти через скромный знак. Едят агнца иудеи с опресноками и горькими травами. Выходят из Египта, их преследует фараон с прочими египтянами, подходят к Красному морю. Оно принимает полчища евреев, разделившись с божественным чудом от жезла Моисея, но потопляет вошедшую в него египетскую силу. Агнец для тебя есть Христос при исходе от мира. Он тебя переселяет, возводя на небо, оживляет для вечной жизни. Переселяет человека, происшедшего от Давида, он вместе переселяет и тех, которые следуют за ним. Послушно и покорно, не боятся боли фараона, и не остаются в рабстве у земных мирских страданий. Через то незначительное и острое удовольствие, образ которого имел Израиль при едении мяса с луком и чесноком в Египте. Таково мирское удовольствие, состоящее из очень остроумно сплетенной игры забот и плотского животного пресыщения. А когда ты выходишь из мирской жизни, тогда бывает начало истинной жизни, подобно тому, как у тех Пасха образовала, начало месяцев. Теперь начало жизни, когда ты расстаешься с мирской и земной жизнью. Теперь ты находишь некоторую истинную жизнь, жизнь духовную. Христос приносится в жертву, так что ты знаешь, что жертвоприношение его совершилось за тебя. Тогда для тебя сбывается то, что написано Исаия 53, 7. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овса введен был он на заклане и как агнец, пристригущем его, безгласен. Так он не отчерзал уст своих. И кротос в нем сохраняет первообраз агнца. А стремление к высоте и нежелание оставаться в долинах дает возможность козленку сбираться на высоты. Козы прыгают и поднимаются на места труднопроходимые и очень возвышенные. Высоким же для человека и недоступным местом было небо. С того дня, когда человек пал, нарушив заповедь божественную, ставшую рабом плоти и лишившись Святого Духа. Туда теперь возводит, возвышает тебя божественная жертва, принесенная за тебя. С тобой и он умер, чтобы ты жил в нем. Крот агнца спасительно для тебя, если ты приступаешь к ней с верою. Если чувствуешь свои помышления, через которые входит смерть вслед за грехом, помажешь верой, как бы кровью. Все равно, как Израиль мазал входы кровью. Ведь если страсть не войдет в тебя через глаза, слух, обоняние, вкус и осязание, а затем и через рассудок, тогда и смерть не овладевает тобою. Но ты, нося в теле умерщвление Иисуса, будешь иметь и являющиеся в теле в твоем жизнь, и смерть, ведущая свое начало первозданного Адама, пройдет мимо тебя, как погибель. Погибель первенцев миновала дома евреев. Поэтому и название этого праздника, Пасхой, означает прохождение мимо. Исайя 53.9 Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Исполнение правды есть у одного только истинного царя. Однолетний Агнец есть образ вечного Христа, потому что год есть символ вечности. Совершая один и тот же круг в каждом веке, и имея в себе в самом все повороты, он есть образ нового человека, в котором ветхая наша человеческая природа заменена новой. Потому что, облекитесь сказанным нового человека, облегшись совершенством и непорочностью Агнца, ты будешь Агнцем Бога, и сам, предоставив свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, будешь напутствован к вечной жизни. По 941. Говорит им через Иеремию. 8.22 Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? А чего же нет исцеления тщери народа моего? Конечно. Бог дал заповедь, и у Бога нет лжи. Он не может сказать, что не давал ее. Но дело в том, что совершение жертвы заключало в себе пророческий смысл и предвозвещало о Христе. Бог, заповедав приносить жертву Агнца, указывал на Христа, имеющего быть принесенным жертву, и все, что относилось к Агнцу, прообразовало Христа. Из этого иное ты уже увидел, а иное по возможности рассмотри по порядку. В каждом еврейском доме приносится один самый лучший Агнец, и никакая часть мяса не выносится из того дома, где был заколот. Во всякой церкви и во всякой душе повсюду Христос находится весь, и нигде нет только части его. Поэтому, как там много было Агнцев, во всех домах поодиночке, так здесь, в каждой душе один и тот же самый Христос. Пять дней держится Агнец в доме, с десятого и по четырнадцатый, затем приносится в жертву иудейской синагогой в четырнадцатый день, к вечеру. Пять промежутков времени обозначается этими пятью днями. От Адама до конца один до Ноя, другой вплоть до Авраама, третий до Моисея, четвертый от Моисея до пришествия Христа, и пятый – настоящее время после его пришествия. К вечеру приносится жертва, потому что в конце века Израиль всей синагогой согласился против Христа. С самого начала жертва Христова всегда понималась в страданиях праведных. Начиная от праведного Авеля, и Христос был во всех страдающих. Совершилась же она тогда, когда пострадал сам по себе пришедший божественный Агнец. И даже в четырнадцатый день того же самого месяца он пострадал, и дух предал к вечеру. Отделение же Агнца для жертвы с десятого дня, между тем, как заклание его совершилось в четырнадцатый день к вечеру, было образом того, что сначала было упражнение страдания. А под конец – самое страдание. Затем рассмотри со мной новую странную заповедь. Божию, айде не Агнца. Не есть мясо Агнца сырым. Кто же ест сырое мясо? Пусть бы сказано было не есть вареного, чтобы не тратить время, потому что время было к спеху. Что же значит не есть сырого? Но испеченным на огне, ведь никто не запрещает того, что никогда не бывает, но образами, как я сказал, обозначаются вещи. Имеющий суетную веру употребляет сырую священную пищу, преданной удовольствием, вареную, расслабляя, как вывариванием в воде, твердую веру, беспечной жизнью. А печеный на огне есть тот, кто имеет горячий и кипучий дух. Далее приказано есть голову с ногами и с внутренностями. Упоминание о голове должно напоминать тебе о Христе, что Он, как Бог, предвечно существующий. Есть глава невидимой и духовной церкви. Ноги должны напоминать тебе, что в последние времена Он сошел на землю как человек, а употребление внутренности Агнца в приложении ко Христу имело тот смысл, что Он, имея сокрытую в плоти силу и праведность, не внешними только и видимыми качествами приносит вкушающим Его пользу и спасение, но внутренними и сокрытыми. Мясо Агнца съедается ночью, а на день не оставляется воспоминание страданий Христа во время мировой тьмы, после которой засветит день и явится жизнь Христова. Как сказано, ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Кости Агнца не сокрушаются, и у Христа воины не перебили голени, как сделали это у распятых с ним, по свидетельству евангелиста. Горькие травы, съедаемые с Агнцем, указывали на горечь скорбей, а пресноке на простоту и чистоту, как говорит апостол, то есть на новую добродетель, чистую от прежней порочности. Остается теперь раскрыть духовное значение внешнего вида вкушавших Пасху, для того, чтобы и вы могли подражать ему, потому что духовный вид находится в тесном соответствии с телесным. Не простым поясом, но спасительным делом должен ты припоясать бедра твои, не телесные бедра ремнем, но духовные, приготовлением души. А быть ноги означает по послу готовность благовествовать мир. Посох держи в руках не деревянный, но утверждающий твою веру, всему внешнему виду их, собравшись в путь. Так как они торопились выйти из Египта, старайся побольше подражать, как бы спеша уйти от мира и пления. Будь усерден, но отнюдь не беспечен в духовном едении Пасхи. Усердие в этом случае прекрасно, потому что оно свидетельствует не от шребоугодия тех, кто поспешает есть мясо, но о любви к Богу тех, кто спешит от мира к Богу. Употребление опресника в продолжении семи дней – это есть чистота в течение всей жизни. У кого остается квасный хлеб, тот подвергается гибели, потому что порочность ветхого человека пагубна и никаким образом не может совмещаться с праведностью и святостью нового человека. И ты видишь, что при наличности такой закваски гибель человека вполне справедлива. При понимании же закваски в смысле обыкновенной хлебной закваски показаться, что Бог несправедливо обременяет людей, запрещая квасный хлеб. Правда, в образах открывается, но светит и познается в истине, подобно тому, как и самое помазание кровью, кажущееся недостойным Бога, перестает быть таким, когда образ рассматривается сообразно истине. Неприлично, кажется, Богу пользоваться знаком из крови для распознавания домов еврейских, но вполне согласно с ним узнавать нас и спасать, поверив кровь Христову. А разве не столь же неприлично понимать и обрезание в том простом смысле, что будто бы Бог повелел обрезаться всякому, намеревающемуся есть Пасху, если он не был обрезан, и затем приступать к еде. Если же ты будешь понимать обрезание в духовном смысле, тогда его таинственность для тебя объяснится, и ты прославишь Бога. Обрезание относилось к детородным членам. От рождения ты, человек, имел покрывало. Его-то именно ты должен отбросить, чтобы с открытым лицом видеть истину, а не рассматривать ее из подземного телесного покрова. А когда ты сделаешься свободным от плотского тела, тогда как дух придешь ко Христу, и, прилепляясь к Господу, будешь один дух, участвуя в святом и спасительном общении, на которое указывало едение мяса. Обрежься же и совлеки тело вместе со Христом, согласно словам Павла, что вы в нем и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Таким образом, обрезывая в себя всякое корыстолюбие, честолюбие, любовь к удовольствиям, питаясь божественной пищей, ведущей на небо, освобождающей от лукавых властей, избавляющей от тяжких трудов, дарующей тебе славный и блаженный путь к Богу во Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава во веки веков! Аминь!